Экситон с переносом заряда в ЭТСП Купарадах и Николадах. Ну, прежде всего, я хотел сказать доброе утро всем уважаемым коллегам. Поблагодарить Юркомитет за предоставленную возможность выступить здесь с докладом. Ну и приступлю. Название немножко условное, потому что речь пойдет о том, что экситон с переносом заряда дают очень большую информацию, которую можно использовать очень эффективно для выяснения электронной структуры. Ну, а значит, и свойств Купарадов и Николадов. Ну, и не только их, а и других необычных сверхпроводников. Ну, а здесь краткое содержание. Кристаллические структуры Купарадов и Николадов. Дальше несколько мыслей любимого и известного нам Хирша о БКШ-модели. Дальше немножко о химическом пути к ВТСП. Модель отрицательных о диспропорционировании зарядовые триплеты, композитные бозоны. Дальше электронно-деречные димеры, как кванты реакции диспропорционирования. Электронно-деречные димеры и интерсайт, межцентровые экситоны с переносом заряда. Модель зарядовых триплетов для ВТСП Купарадов и Николадов. Ну, и, наконец, о сверхпроводимости индуцированной диспропорционированием в самых различных ДН-системах. В частности, о так называемом антиантеллевском диспропорционировании. Ну, вот здесь представлены кристаллические структуры Купарадов и Николадов. Надо сразу же сказать, что никель 1 плюс 3 до 9 имеет конфигурацию такую же, как и Купрум 2 плюс. А о структуре... Во-первых, в основе структур лежат плакетки Купрум О4 или никель О4, имеющие два, это структуры Т-типа, два, один или не имеющие так называемого апексного кислорода. Недавнее открытие аномальных свойств Купарадов и Николадов с Т-три структуры, то есть без апексового кислорода, включая открытие ВТСП в родительских составах, во-первых, указывает на очень важную роль этого апексового кислорода, а во-вторых, показывает необходимость отхода от общепринятого представления о родительских составах как об антиферромагнитных изоляторах. Вот здесь представлены экспериментальные данные, полученные в работе Анаита с коллегами, где показывают, что тонкие пленки неодним, два, Купрума-4 называли электронного сверхпроводника, ну, точнее говоря, родительского состава для этих сверхпроводников, переходят из металлического состояния в сверхпроводящий при температуре порядка 30 Кельвина. Но небольшое количество примесного апексного кислорода, а эти системы неустойчивы относительно вот такого паразитного апексного кислорода, приводит к тому, что вот это малое количество апексного кислорода выступает в роли такого переключателя основного состояния из сверхпроводящего в антиферромагнитно-электрическое, это очень важно. Это антиферромагнитно-электрическое состояние, типичное для объемных образцов, не один, два, Купрума-4. Ну, а здесь представлены фазовые диаграммы никелатов. Я здесь хотел бы обратить внимание, ну, очень много похожего с Купратами, тот же вот сверхпроводящий дом или купол этот, так. Но здесь есть еще такие странные фазы, например, слабодиэлектрическая фаза, очень интересное состояние. Несмотря на многие годы усилий, проблем нормального сверхпроводящего состояния 2D Купратов и других необычных сверхпроводников остается нерешенной. Почему? Ну, на наш взгляд дело в том, что, несмотря на многие экспериментальные теоретические результаты, наше сверхпроводящее сообщество не может отказаться от обычной БКШ, Барлин-Купер-Шильфер, парадигмы, основанной на металлическом сценарии с квазичастичным к-моментным описанием одночастичных состояний и поиском сверхпроводящего клея для Куперовского спарринга в капространстве. Ниже показан один из очень впечатляющих графиков, полученных в работе Базовича с коллегами, который показывает просто неустранимое, количественное и на много порядков, вернее, качественное и на много порядков количественное восхождение между экспериментом и теорией, основанной на каноническом БКШ-подходе к Купратам. Ну, кстати, надо сразу отметить, что для сообщества, которое у нас на Феофиловском симпозиуме присутствует, конечно, вот это моментное описание, зонный подход, он не очень, так сказать, нам не то, чтобы знаком, но мы все-таки в основном занимаемся локализованными состояниями. А на самом деле такие соединения, как Купраты, Николаты, Ферраты, Мангомиты и так далее, они скорее ближе к нам, нежели к металлическим состояниям. И их описание, на мой взгляд, должно быть больше ориентироваться на локальное описание, а не на К-моментное описание, не на зонное описание. Вот одним из таких очень серьезных, жестких, если не жестоких критиков БКШ-теории является любимый наш Хирш. Я рекомендую вам почитать его работы, в частности в архиве есть работы, в которых он сравнивает БКШ-теорию то с всемирной финансовой пирамидой, то ли вообще с голым королем. Кстати, он считает, что введенный им индекс Хирша мешает на самом деле в физике, мешает решить многие проблемы. Из-за чего, из-за противодействия ученых с большими Хиршами. Ну и наконец, вот я хотел бы сказать, что в основном разговор в докладе пойдет о старом вообще, как это не БКШ-сценарии для необычных сверхпроводников. Это так называемый химический путь к ВТСП. Это модель отрицательных У, диспропорционирование, локальные композитные бозоны или перенос пар. Здесь вот представлены работы, классические работы относительно этого подхода, начиная с работ Ога и Шафрота относительно бозонной сверхпроводимости. Ну и на самом деле вот на этом химическом пути отметились многие известные физики, включая Андерсона, Варму, Дзялошинского, Хирша из Колопина. Надо сказать, что это не порядок такого полуклассического Нейлевского типа на самом деле начинает формироваться при высоких температурах в неупорядоченном состоянии, когда тепловые флуктуации и неоднородные поля разрушают квантовые состояния, вот, а домены или области Нейлевского типа становятся все более и более протяженными и стабильными, что на самом деле не дает возможности установиться правильному квантовому состоянию в низкотемпературном пределе. Вот здесь показаны некоторые самые примитивные парные локальные спиновые зарядные флуктуации, как некие центры зародыша образования для дальнего порядка в купратах. Ну, а здесь картиночка типичная для родительских купратов, типа Лантан-2, Купрум-4. В основном состоянии пары Купрум-2, Купрум-2 обмениваются обычным газельбергским обменом, вот, и в результате вот эта флуктуация спиновая, она приводит к формированию дальнего спинного порядка, антиферомагнитного спинного порядка с диэлектрическим состоянием. С другой стороны, есть и зарядная флуктуация, связанная с переносом электрона или дырки между центрами Купрум-2 и Купрум-2. Вот такая зарядная флуктуация. Она может приводить к большому набору различных фаз, включая зарядные париады, включая синтонный изолятор, но и базовую светопроводимость, но также и квантовые фазы типа ЛВБ, Резон-Валенс-Бонн, это так называемый Андерсоновские квантовые фазы, ну и на самом деле обычные эфирмежекостные фазы. Вот, все зависит в основном от параметра У или параметра, который дает вам энергию диспропорционирования фактически, энергию переноса дырки или электроны между центрами. Ну и кроме того, в простейшей модели этот параметр совпадает с параметром локальных корреляций. Вот, если этот У достаточно большой, то работают скидовые флуктуации и мы приходим в результате к чермогнитовому порядку в Купрум-2 или нефилат. А если же У относительно маленькая или вообще отрицательная, так, то в результате у нас именно зарядная флуктуация начинает формировать основное состояние. Мы приходим, все говоря, к богатой жизни вот этих соединений. Электронный дырочный димер в Купратах – это стабильный или метастабильный связанный электронный дырочный центр. То есть, естественно, что вместо обычных D8 и D10 мы вводим такое кластерное описание, которое учитывает сильную ковалентность, Pd-ковалентность. Ну, здесь представлена такая типичная картинка связи двух кластеров и показывает, что эти два кластера, пять минус и семь минус, могут быть связаны переносом дырки электрона. Вот, причем интеграл переноса, Tb он у меня обозначен, это величина, которая играет решающую роль в будущем, в сверхпроводящем будущем этих систем. Причем интересно, по разным данным эта причина составляет порядка тысячи кельвина, порядка одной десятой электронной вольт. Обратите внимание, что основную экспериментальную информацию вот о этой величине дает оптика, это очень важно. Ну и кроме того, нужно подчеркнуть, что вот этот электронный дырочный димер фактически представляет собой некий такой своеобразный квант диспропорционирования. Это очень важно, это дает некий такой путь к модели диспропорционирования, к диспропорционированным фазам в этих системах. Ну и кроме того, на самом деле, вместо такой пары просто двух центров, медных центров, надо рассматривать в полоскостях CUPRO-МО-2 более сложные симметризованные комбинации с более сложным спектром, безусловно, который тоже будет отражаться в экспериментальных факторах. Электронные дырочные димеры могут формироваться как результат конденсации эксидона с переносом заряда. Так что линейная и нелинейная оптика переходов с переносом заряда, включая фотоиндуцированные эффекты, дает очень важную информацию о структуре и свойствах электронных дырочных димеров, а значит и о базах, которые индустрируются этими димерами, порождаются этими димерами. Есть вот простая иллюстрация влияния сильного электронно-решёточных полизационных эффектов на спектроскопию Купратов. Вот сейчас здесь показано, что для обычного франк-хондоновского перехода вот эта вот энергия, которая для Купратов обычно составляет два электронного вольта для Купратов с Т-структурой. Но после релаксации у вас фактически что происходит? У вас возникает экситон с переносом заряда, метастабильный, конденсированный экситон. Это фактически есть электронно-решёточный димер. Причём интересно, что вот эта вот энергия, которую можно назвать термической щелью переноса заряда, в отличие от оптической щели переноса заряда, в Купратах составляет величину порядка, в лантановой системе, порядка 0,4-0,5 электронного вольта, тогда как оптическая щель переноса заряда – 2 электронного вольта. Это очень важно. Вот ещё раз о иллюстрации эффекта электронной шерточной релаксации. Здесь показаны спектры, которые получены в лаборатории Романа Васильевича Писарева, спектры Купратов с Т-структурой, «Обратим внимание, что оптическая щель – это, например, 2 электронного вольта в первом случае и 1,5 электронного вольта во втором случае. Если в первом случае у вас термическая щель составляет величину порядка 4 электронного вольта, то во втором случае она может приближаться к нулю, а может стать даже и отрицательной. Это очень важно. Ну, кстати, вот для этих систем Ларсон в своё время выполнил квантерохимические расчёты, которые подтверждают вот эти вот качественные адебатические кривые. Франк-Ондоновские и нефранк-Ондоновские переходы в Купратах. Вот, пожалуйста, типичный Купрат – антиферромагнитно-диэлектрический, оптическая щель – 2 электронного вольта. И вот мир БЭД, который связанно с нефранк-Ондоновским переходом в области 0,4, 0,5 электронного вольта максимум. Причём интенсивность здесь на 3 порядка меньше, естественно, чем вот для основного франк-Ондоновского перехода. То же самое для системы 1,2,3 и БАКУ. Вот. Я хотел бы обратить внимание, что важнейшую информацию о геммерах, то есть фактически конденсированных оксидонах с переносом заряда, даёт исследование спектра фотоиндуцированного поглощения. Ну, например, вот Лантан-2-Купрома-4 – это данные довольно старых работ. Мы получаем из экспериментальных спектров и энергию электронно-решёточной рекомбинации, то есть развива этой пары электронно-вырученной, энергию электронно-решёточной ассоциации. И фактически вот энергию прихода между компонентами вот в этом геммере, С и П-компонентами, это величина, половина которой как раз соответствует интегралу переноса пары, то есть фактически интеграл переноса композитного вазона. Как раз это и даёт величину порядка тысячи кельвинов. Диспропорционирование локальной композитной бозоны. Ну, стартуя с электронно-решёточными геммерами как квантами-диспропорционированием, мы рассмотрим сценарий диспропорционирования для Купратов и Николатов. Ну, здесь простейшие картинки, которые показывают, то есть говоря, что происходит при диспропорционировании. Я ещё раз хочу обратить внимание, что на самом-то деле после диспропорционирования возникает два центра, обмен между которыми можно представить как движение либо пары дырок, либо пары, то есть обмен либо парой дырок, либо парой электронов, то есть композитным бозоном. Ну, может быть, сильно сказано бозоном, всё-таки мы представляем, говоря о бозоне, бозон представляет некую такую, ну, как бы, хорошо определенную квазичи частицу, но это не совсем так. В рамках такой рисуточной и гручной модели энергия диспропорционирования просто совпадает с параметром локальных корреляций. И если этот параметр отрицательный, большой отрицательный, то мы получаем ситуацию полного диспропорционирования. Ну, а при малой положительной или отрицательной величине все три зарядовые центры, то есть и ДН, и ДН плюс-минус один, это зарядовые триплетки. Все три, они должны рассматриваться на одинаковых основаниях. Ну, вот здесь, опять же, иллюстрация уже для конкретных купратов. Вот, конфигурация Д9, ионная конфигурация. Вот, ну, надо сказать, что если честь сильную диктоваленность, конечно, нужно вместо вот таких атомных конфигураций вводить атомно-молекулярные, то есть кластерные комбинации. Это будет Куперма-4-6- минус, это родительские, как бы, центры. А потом, после диспропорционирования, мы получаем электронные и дырочные центры. То есть в результате мы получаем диспропорционирование такое, мы получаем систему индивидуальных или связанных электронных и дырочных центров. Интересно, что вот этот дырочный центр можно представить себе как электронный центр плюс дырочный композитный базон. А упрощенно этот локальный композитный дырочный базон – это пара дырок, связанных локальными корреляциями между собой и с хором, состовым, то есть электронным центром, номинальный Куперма-1+. На деле такой локальный базон существует только как некая неделимая часть Жан-Райцевского дырочного центра, номинальный Куперма-3+, и не может быть рассмотрено как индивидуальные квазичастицы. Ну и еще раз хочу сказать, что вот все три зарядовых центра Купрада, зарядовые триплеты, нужно рассматривать на одинаковых основаниях. Ну и наконец, наш сценарий для 2D Купратов, который основан на модели электронно-дэрочных гимеров, он основан на очевидном предположении, что низкоэнергетическая физика определяется в них со существованием в клоскостях зарядовых триплетов. Мы объединяем эти три центра, псевдоспиновый с единичкой триплет со спинами единичкой, следуя стильмагнитной аналогии, предложенной в свое время Райсом и Снедденом. Ну а дальше используем традиционную спиновую алгебру. Ну вот здесь в табличке представлены свойства этих трех центров. Им приписываются три компоненты псевдоспина, плюс один – это электронный центр, ноль – это исходный центр, Купрон-2 плюс, и плюс один, а вот здесь надо, минус один была ошибка, и плюс один – это центр дырочных. Обычный спин для них – ноль для крайних, в центре одна вторая для Купрон-2 плюс, орбитальные сайты везде орбитально не вырождены, А1А1 и Б1 для исходного центра. Ну а дальше я не буду сильно останавливаться на деталях псевдоспинного формализма. Ограничен только приведением эффективного спин псевдоспинного гамильтониана для Купрон-2 нителю-2 плоскостей – это вот такая неприводимая тензорная форма. Потенциальная энергия в этом гамильтониане включается в счет локальных корреляций. Обратите внимание, что формально псевдоспина – это, слагаем, выглядит как одноостная одноионная анистропия. Это слагаемый схемпотенциалом, выглядит как слагаемый внешним полем, направленным по оси Z. Это нелокальные корреляции, то есть, фактически, опять же, в терминах спинового магнетизма, это будет у вас фактически такая двухионная анистропия. Дальше это перенос, одночисточный перенос, он записан здесь в терминах операторов P и S, которые представляют собой комбинации операторов S плюс, S минус. Далее гамильтониан двухчастичного или парного переноса, то есть, фактически, переноса бозонов, то есть, гамильтон хиетической энергии бозонов. Ну и, наконец, Газенберговский спиновый, изотропный спиновый гамильтониан. Тут же рядом записана декартовая форма оператора. Дальше в терминах псевдоспиновых операторов можно записать и псевдоспин-решёточное взаимодействие, и взаимодействие решётки в решётке. Ну и, наконец, используя теорию эффективного поля и теорию молекулярного поля, ну, можно сказать, что теория эффективного поля, она включает в себя теорию молекулярного поля. Мы фактически построили, численно, конечно, ТН, то есть, температурно допирование, N – это степень допирования здесь, фазовые диаграммы узкостей Купрома-2 или Никеля-2, вот в таких модельных Купратор-Никелатах. Вот здесь представлены несколько примеров таких фазовых диаграмм, причём интересно, что вот эти фазовые диаграммы, в принципе, описывают все возможные ситуации, которые наблюдаются в реальных Купратах или Никелатах. Вот обратите внимание, при определённом выборе параметров эффективного гамильтониана, система у нас переходит в начале такое в когерентное термежидкостное состояние, а затем возникает сверхпроводящее состояние. Вот ситуация типичная, например, для Т-штрих Купратов, радиоизоляции, типа N1, N2, N4. Интересно, что изменение обмена интегралов всего лишь на 1% приводит к появлению здесь области антиперомагнитного предотвращения. Дальнейшее увеличение обмена интегралов, кроме того, что эта область простирается до нуля температуры. Ну а если мы на самом деле уменьшим праведом локальных корреляций, то у вас возникает ещё и фаза зарядного предотвращения. Вот эта картинка, ну она не очень похожа, конечно, на реальные трёхмерные фазовые диаграммы Купратов, но что-то многое здесь напоминает фазовые диаграммы. На самом деле мы выполнили и Максвелловское построение для того, чтобы выяснить возможность фазового отслоения в этих темах. Действительно, все эти фазовые диаграммы практически показывают, что на самом деле между фазами имеется область фазового расслоения. Причём интересно, что вот в крайнем случае, когда мы рассматриваем здесь несколько конкурирующих фаз, это антиперомагнитный изолятор, сверхпроводимость, бозонная, зарядное предотвращение и ферми-жидкость, то видно, что на самом-то деле здесь можно вести представление о температуре Т со звездой, которая ограничивает область фазового расслоения. Эта температура фактически может быть и названа температурой псевдочкой, а сама псевдочкой область – это фактически область фазового расслоения. Но, правда, эта идея принадлежит не нам на самом-то деле во многих работах подобные идеи уже в Искартуре. Кстати, надо обратить внимание, что, конечно, теория эффективного поля, она не учитывает чисто квантовых фаз, в частности, зимерных фаз, типа РВБ андерсоновских, РВБ фаз. Конечно, на самом деле их присутствие, этих фаз, даже если они не дают дальнего порядка, но появляются в форме каких-то областей, каких-то доменов, то это может сказываться на фазовых диаграммах. В частности, на самом деле это может объяснить, например, появление такой фазы, как слабо-дилетерийная фаза. У нас осталось пять минут. Окей. В заключение я просто хотел бы сказать, что вот это сценарий диспропорционирования, его можно развить, переходя от Купратов, развить и для других ДН-систем, и посмотреть, как же там возникает сверхпроводимость в рамках такой модели диспропорционирования. Ну, начнем наш анализ в этом случае с предельного диспропорционирования, то есть рассмотрим именно такие ситуации, вводя некую виртуальную параллельскую систему с высокосимметричным актеэдрическим, кубическим или тетраэдрическим окружением 3ДН-центров, ну, это классы типа металла-6 или металла-4, с конфигурациями Т2Ж и Электронов. Ну, здесь просто показана картинка энергетических уровней Т2Ж и Электронов в случае оптоокружения, в случае тетра и кубического окружения. Здесь надо обратить внимание, это очень важно на самом деле, что в первом случае Т2Ж электроны имеют низшую энергию, а во втором случае ЕЖ электроны имеют меньшую энергию. Вот это очень важно. Ясно, что это будет сказываться на различном характере поведения при одном и том же заполнении, в случае, например, оптоцентров и тепроцентров. Далее оптимальные условия для сверхпроводимости, которые индуцируются в сверхдеспропорционировании, соответствуют либо ситуациям, когда у вас ДН плюс-минус центры соответствуют либо пустым, либо заполненным, либо наполовину заполненным Т2Ж и Орбиталям. Только в этом случае возможно сформировать локальные композитные С-бозоны с основным орбитально невырожденным состоянием, которые будут двигаться в решетке из центров, также находящихся в основном орбитально невырожденном состоянии для того, чтобы минимизировать эффекты низкосимметричных пистолических полей, вибронных индукций и избежать локализации. Во-вторых, для того, чтобы сделать максимальным интеграл переноса бозонов, получить максимальный ТЦ, нам необходимо участие в самых сильных сильных связях, а значит, и же электронов и эльбирок. В полном соответствии с Хиршевской концепцией дырочной сверхпроводимости, именно дырочные композитные бозоны должны рассматриваться как оптимальные для сверхпроводимости. Ну вот мы показываем, что на самом деле вот такие оптимальные условия выполняются только для нескольких конфигураций. Это высокоспиновая D4 конфигурация, низкоспиновая D7 конфигурация, D9 конфигурация для актеатрических центров. И D1, и высокоспиновая D6 конфигурация для ветроэдрических центров. Во всех этих случаях мы получаем специфическое орбитальное заполнение с лишним ежей электронной дыркой сверхпустых полностью или половину заполненных оболочек. То есть такого типа конфигураций характеризуется двукратным вырождением Е-типа. То есть это фактически янтеллеровские конфигурации, которые обречены на сильные эффекты янтеллеров. Однако во всех случаях после диспропорционирование снимает это вырождение. Так что это диспропорционирование будет иметь такой специфический антеллеровский характер. Спинтриплетная структура локальных композитных бозонов оказывается во всех случаях свойством этих систем. Спинтриплетная структура, необычная структура этих сверхпроводящих носителей. Ну и наконец, вот есть результаты суммированные в этой таблице, где есть предсказания, вот эти вот те самые системы, о которых мы говорили. Ну а вот в последнем столбце показано, насколько наши предсказания совпадают с экспериментами. Здесь, кстати, вот выделено рутене 4 плюс перед 2-4 конфигурациям. И действительно в тронцовом рутенате обнаружили спинтриплетная сверхпроводимость. По нашим данным, это бозонная сверхпроводимость электронного типа. Ну а значит, согласно Фиршу, температура перехода должны быть невысокими. Действительно, там всего полтора килограмма. Зато вот гникиды и халькогениды, там электронные, вереволючные бозоны, спинтриплетная сверхпроводимость. Хотя на самом-то деле по экспериментальным данным здесь есть противоречия. До сих пор нет точного ответа на вопрос о характере о спине сверхпроводящей носителей. Да, кстати, с тронцовом рутенате аналогично с ситуацией. Есть вопросы. Кроме того, конечно, вот в Ферратах, например, в диспропорционировании есть, так, в Марганце на самом деле обнаруживается в области локальной сверхпроводимости, причем триплетной сверхпроводимости. В Николату диспропорционирование, в оптии серебра также диспропорционирование. Вот я не буду останавливаться на детальном описании во всех этих случаях, так, и о спинтриплетном гамильтаниане, описывающем эти системы. Вот. Ну а перейду к заключению. Стверждаю, что вот изучение токситонов с переносом заряда, линейной и нелинейной оптики переходов с переносом заряда, включая фотоиндуцирование, дает важную информацию о электронных дырочках гимеров и сверхпроводимости индуцированной диспропорционированием. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть время на один вопрос. Есть время на вопрос, пожалуйста. Можно? Можно вопрос? Марина Николаевна, да, пожалуйста. Можно, Марина Николаевна? Да, Александр Сергеевич, спасибо за очень интересный доклад и один дилетантский вопрос. Откуда берется диспропорционирование в системе без какого-то внешнего возбуждения? А дело в том, что, на самом деле, да, здесь надо разделить. Одно дело, когда я говорю о том, что оптическое возбуждение, так, после учета электронной источной локсации, дает вам вот эти самые гимеры метастабильные, так, но они будут и возникать, просто как тепловые флуктуации, как тепловые флуктуации. При высоких температурах они как раз возникают, потому что там КТ, энергия тепловых флуктуаций, достаточно для того, чтобы вот такого типа состояния возбудить. При понижении температуры эти состояния могут формировать основное состояние системы, то есть не надо никакого оптического возбуждения. Но интересно вот что, что вот в этих системах оптическое возбуждение, поскольку оно порождает эти гимеры, да, а значит и порождает тенденцию диспропорционирования. Оптическое возбуждение может приводить к повышению ТЦ и к возбуждению, к индуцированию ТЦ. Да, есть известные работы по фотоиндуцированной сверхпроводимости. Поэтому здесь вот как раз как бы надо тоже, я, может быть, в своем докладе слабо это осветил, вот этот момент, одно дело. Дело в том, что оптическое в данном случае используется для того, чтобы получить максимальную информацию вот об этих гимерах. Но повторяю, что они, конечно, существуют и без всякой оптики. Спасибо. Да, спасибо докладчику поблагодарю.